Отречёшься – всё в порядке! Не отречёшься – смерть! И отрекались! И отрекались! Ну вот, вы слышите, перед каким фактом мы стоим? Смертная казнь за веру во Христа, вся эта кучечка апостолов, которая была со Христом, растерзана была и уничтожена, то есть, кажется, всё, достигли успеха! А оказывается, уже римские историки пишут, пожалуйста, в библиотеке зайдите, в государственную библиотеку, что пишет Плиний-младший? Множество людей следует этому заблуждению! Император, он пишет императору Трояну, «Скажи, что мне с ними делать?» Люди разных возрастов, разного состояния верят! Я понимаю, если бы религия была, христианство имело свободу, проповеди, как это, например, буддизм, например, как мусульманстве тоже, например, никаких препятствий для проповеди! «Смертная казнь» христианин донесли на тебя или отрекаясь, или смерть! Слушайте, а кто вообще захочет принимать такую религию, когда смертная казнь грозит? Слушайте, это вопрос, это очень важно! Кто мог принимать, вступать в эту религию, когда за это грозит смертная казнь? И это не год, не десять, даже не сто! Смертная казнь! ПЕСНЯ 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 Добрый день! Вы что, мне опять шпаргалок сюда наложили? Да ещё какими большими! Написано с огромным уважением! Огромно – это очень непонятно! Конечно, ну ладно уж, так и быть! Так, ну что, сначала шпаргалки, да? Как всегда, по обычаю, да! А то вдруг не хватит потом времени на них! Так, прошу вас поделиться своей мудростью! Ох, всегда можно откладывать, у меня её нет! Сразу вопрос отпадает! Мудрость уже! А у кого она? Даже Сократ! И тот говорил, я одно знаю, что ничего не знаю! Вопрос – интересен ли вам современный мир, если сравнивать жизнь в советское время и сейчас? Прогресс ушёл вперёд! Мы практически живём в мире будущего, о котором писали фантасты. Нет ли у вас внутреннего ощущения, что ушла духовность, осталась только внешняя оболочка, красивая картинка у всего окружающего? Нет красивых песен, музыки, научных исследований, поэзии, проза, всё прошлое! Не скучно ли и даже грустно вам сейчас жить в мире? Ну, что, хотите, чтобы я исповедовался? Этот номер не пройдёт! Публичные исповеди практиковались в первом столетии у самых первых христиан, но потом были прекращены, поскольку увидели, что слишком откровенные подчас рассказы о своей внутренней жизни приводили к прямо противоположным результатам. Люди соблазнялись, заражались, и это было прекращено. Но в отношении того, что у вас этот прогресс, который идёт, мне сразу вспомнилась фраза святителя Игнатия Бринчанинова, который сказал, стоит вам всем запомнить, прогресс – это середина XIX века. Посмотрите, он говорит прогресс. Это середина XIX века, там был прогресс или нет? Кто писал, он знает? Нет? Прогресс идёт вперёд, разрушая всё духовное. Почему он так назвал прогресс, надеюсь, вам понятно. Потому что под прогрессом разумелось, не только прежде всего, а только, вы слышите, и сейчас, что такое прогресс? Прогресс – научно-техническое развитие, которое всё более превращает человека в робота, и, наконец, останутся только блохи да комары, и они исчезнут. Вот что такое прогресс. Под прогрессом, что разумеется, к сожалению, совершенно не обращается внимания на состояние человека. Это такой настоящий, сгущённый материализм. Вот, насчёт того, что, так сказать, он идёт вперёд, да, прогресс идёт вперёд, верно. Верно. Скоро и человека не останется. Вот так. А в отношении того, я бы сказал, чего здесь не стоит, какая причина этого, вот, к сожалению, этого вопроса здесь что-то нет. Не скучно ли мне? Да неважно. Плохая погода – мне скучно. Хорошая – ой, как весело! Это чепуха же всё. А вот причина этого, вот об этом вы должны знать, и вы должны будете сказать людям. Но если вы будете в компьютерах сидеть, в интернете, то вы во веки веков никогда ничего не скажете. Отделайтесь словечками, как я слышал однажды, ужасную фразу. ужасную фразу, несовершенную, и то неинтересно. Страшную фразу, всё равно неинтересно. Во, как прилипли к компьютеру! Оторваться не могут даже! Страшную фразу! Нет, не важно! Да... Фраза была такая, которой, я думаю, слушайте, ну прекратите там, ну что вы, слушайте, или сядьте вот сюда, вперёд! О, идите сюда! Трое! Давайте сюда! Прошу! Прошу вас, троих! Давайте, идите сюда! Вы? Так, давайте! Давайте сюда, быстрей! Быстрей, быстрей! Некогда, то лекция идёт! Давайте, трое! Я буду смотреть на ваш компьютер и смотреть, что вы там записали, а то вы напишите всё с буквы СНЕ! То есть, всё наоборот! Вот сюда и садитесь! Я буду хоть любоваться на вас! Ну, прям красота какая! Вы всегда так усердны! Вот! Мы никогда, к сожалению, не смотрим на истоки происходящего, а констатируем только, что есть! А почему есть? По очень простой причине, я вам скажу! Церковь, верующие, то есть люди, это закваска общества! Закваска общества! И если эта закваска начинает гнить, всё, хлеба не будет! Потому что мы всё время обращаем внимание, вот, смотрите, что делается, куда они, 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 оно, оно, оно! Нет! Пожалуйста, будете говорить проповедь, скажите! Не они и не оно! Ну, вот видите, пришло и уже интереснее! Не они и не оно, а мы, я! Вот где причина происходящего! Каково будет его завершение, об этом очень хорошо говорил и Христос, что будет, и апокалипсис Яна Богослова. Мы дружною с семьёю движемся в объятия последнего царя на земле. Мы! Слышите, ещё раз говорю, церковь отвечает, я говорю, в тех странах, в которых она есть, отвечает за состояние, внешнее состояние мира и самого прогресса. Она! Потому что она – закваска. В данном случае под церковь, я разумею, это мы, верующие христиане. Так, вот точно говорили, но, наверное, не совсем понял, в чём сущность христианства одной фразой, на каком аспекте православие необходимо сосредоточить желающему спастись. Вы знаете, сущность и назначение религии, любой религии, в конечном счёте, если она признаёт Бога, это достижение жизни с Богом. Каким путём? Правильной, нравственной и духовной жизнью. В этом вся суть религии. И мы оцениваем все религии именно поэтому, какова там нравственность проповедуется, что понимают под духовностью. Поэтому мы оцениваем и суть религии, в частности, православия. Православие не только говорит, что человек призван к обожению, но и указывает конкретный путь, проверенный, слышите, я подчёркиваю, проверенный огромнейшим числом людей. Проверенный. А в науке, вы знаете как, единичный опыт – это, извините, ещё, это ещё нужно исследовать. А когда это повторяется многожды, многожды, и всегда приходит к такому же результату при тех же условиях, то значит правильное. Вот так. Оказывается, в чём дело? Вот в чём сущность христианства – жизнь по евангельской совести. Слышите? Совести. Совести. А не познание этих всех, если хотите, христианских истин, действительных и подчас мнимых. Совесть. Вот чем мы станем перед Богом. Только с совестью. А это прочее так. Так. Необходимые условия для нашей правильной жизни. Каков неисключённый способ существования человеческой природы? Какой неискалеченный способ существования? Ну, вы поняли. Человек – царь природы. И в зависимости от его устремлений и состояния будет зависеть и состояние природы. Смотрите, кто загрязняет всё на свете? Кто? Все моря, все океаны, все реки. Кто? Все леса вырубает. Вы знаете, что если бы – о, я вам скажу интересный факт – если бы сейчас, в данный момент, все государства мира согласились бы и приняли решение использовать материальные, природные богатства так, как их используют Соединённые Штаты Америки, и, в частности, невзирая на уничтожение окружающей среды, то учёные говорят, что потребовалось бы не более десяти лет, чтобы уже всё человечество оказалось без всего и, в конце концов, погибло. В Америке безумно не смотрят ни на что. Когда была приняла конвенция о запрещении выхлопа всяких газов, всего того, что заражает атмосферу, подписали сто, я не знаю, пятьдесят, наверное, государств, Соединённые Штаты? Нет! Нет! Мы будем жить так, как мы хотим! А вы? Да пропадите вы все пропадом! От человека зависит состояние природы. Можно конкретные примеры? А вот, пожалуйста, Соединённые Штаты. Международные Конвенции решения было принято. Я не помню как конкретные какие были формулировки, но, одним словом, все приняли. Большинство приняло, кроме самой развитой промышленной отношении Америки. Итак, зачем Бог создал человека несовершенным предварительно поселил его в раю, затем изгнал, после чего ждёт со второго распределения человека обращение к чему здесь любовь. Ну, правильно, как сообщение? Но об этом я же с самого начала вам говорил. Что вы думаете? Вы знаете, как говорят протестанты? Вы знаете, это я слышал у них неудавшийся план Божий. Посадил дерево, а люди всё-таки сорвали. А Господь Бог, видите, не знал, что они сорвут и посадил это древо добра и зла. Не знал, оказывается, Бог, да? Он знал, что это будет, но без этого, как мы скажем, искушения, через которое человек познал, кто он без Бога. Сейчас мы всё больше и больше это познаём. Скоро совсем уже погуем человечество, царствуем на земле. Без этого познания того, что без Бога я ничто и прах никогда человек не сможет быть с Богом. Я сам! Я сам! не нужна мне Бога! Вот вы-то не знаете, а в советское время вы его спрашивали как раз, в советское время в чёрном по белому, в газетах, центральных писалось, мы победим природу, мы покорим космос, мы станем богами в этом мире. Знаете, верующий человек, который читал Библию, скажет, Боже мой, прям цитирует Библию, цитирует, вот, оказывается, причина грехопадения, и Господь специально это да, дал, зная, что сорвут, что попытаются стать сами богами, без Бога, и дал эту возможность. Почему? Потому что только при этом условии человек, наконец, осознает, что ему нужен Бог, что только с Богом благо, а не без Бога. Вот так. Как спастись кошке, оказавшейся в воде на середине озера? Очень просто. Когда вы увидели кошку, которая барахтается на середине озера, в волне, озеро огромное, например, Байкал, бросайтесь в воду и плывите к кошке. Правда, вы вместе утонете, но об этом не надо думать. Главное – спасать кошку. Ну, по вопросу, я думаю, и ответ. Вот так. Надо не кошку спасать, а человека прежде всего спасать. Запомните замечательную фразу Серафима Роуза. «Христос пришёл не голодных накормить, а спасти души и голодных, и присыщенных». Бог, как подчеркнул, когда церкви начинают заниматься исключительно земными проблемами, то что тогда будет? спасти кошку среди Байкала и вместе с ней пойти на дно. Я же вам говорил же, Первый апостольский собор постановил, его никто не знает и знать не хотят. Первый собор апостольский? Ах, вот насчёт соблюдения иудейских там обрядов, закона! Слышите? Это поразительно! Да это, во-первых, второй! Во-вторых, по сравнению с Первым, это же гораздо ниже решений Первого собора. Апостолы и их преемники занимаются только чем? Проповедью Слова Божьей и молитвой, а всеми земными проблемами занимается не священство, а миряние. Вот мы с вами. Миряне, которые воспитаны, должны быть, конечно, духовенством. Конечно, под его духовным руководством. Но они должны заниматься этими мирскими проблемами и решать их. Ну, вот так. Ну, хорошо, друзья мои. А теперь... У нас времени не так много. А мне... Что? Что хотят? Ещё вопрос, да? Ну, давай сюда быстрее. Ну, так давай. А! Ну, так, ну... Только нет, надо звучным голосом, оперным. Так, уже это лучше. Ещё чуть-чуть погромче. А допустим, или что? Руководствоваться целью духовного совершенства. С кем? Нет, руководствоваться кем или чем? Целью. Да, целью. Обожение, сказать, у совершенства. Слушайте, эти термины, обожение и прочее, слушайте, это богословские термины. И на нашем уровне мы должны думать вот о чём. Вот я никак не могу, вы знаете, от обжорства освободиться. Мне врачи говорят, вы погибнете, у вас будет то-то и то-то и то-то, у вас все нервы и всё, психика. Я говорю, да, 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 понимаю, понимаю, но это очень вкусно. Не могу. От тщеславия не могу освободиться. Как только сказали, что я плохой, я весь взрываюсь от гнева. Как мне сказали, что хорош, я весь таю. Вот о чём надо. Наш критерий – заповеди Божии, которые показывают нам свойства нового, то есть нормального человека. Вот к этому мы и должны стремиться. А вот эти вещи – обожение, мы сразу летим на небо, на 101-й этаж какого-то небоскрёба. Жить по заповедям и каяться в их нарушениях. Вот к чему мы должны стремиться. А в высоких материях – успеем. Вот так. Хорошо. Вы знаете, я решил сегодня поговорить с вами по одному из главнейших вопросов, который сейчас стал насущным для множества людей, знакомых с религией, да даже подчас незнакомых. Вопрос следующий. Религий много. Все говорят, что они божественны. Все говорят, что они истинны. Причём не только религии, но даже и какие-то отдельные течения религии. Слушайте, а христианство? Ага, попы выдумали! Нарассказали всяких там сказок, придумали. Вот я только буквально позавчера и вчера слушал выступление одного индуса, который оказался очень знаменитым, имеющим огромнейшее число подписчиков. Суть выступления в чём состоит? Всё время он так и долбит. Никакой цели не должно стоять перед вами. Никакого смысла жизни не ищите! Вы просто живите! В такой красивой одежде индуистской, всё, многообразной, весь седой, прям, ну, знаете, мудрец! Не ищите смысла жизни! Я тому человеку, который мне прислал, написал – дьявол! Ещё бы! Если человек будет искать смысл жизни, он придёт к Богу! А вы знаете в индуизме? Суть индуизма, вы знаете? Запомните, вам пригодится! Монизм против монотеизма! Вы поняли, что это такое? Не поняли? Монизм, то есть признание единого начала, единого духа против монотеизма, но ни в коем случае никакого личного Бога! Вы что? Которому можно обращаться? Нет-нет! Абсолютный дух, мировой дух, совершенный дух, но не личный Бог! Никакой разницы в данном случае с материализмом тут нет. Одно и то же. Называйте всё это материей или называйте всё духом, главное – Бога нет! И вот этот мудрец проповедует со всей силы – не ищите смысла жизни! Это ошибка! Вы тогда запутаетесь, вот, и вы неизвестно, куда попадёте. Просто живите! И всё! Ура! Воскресательный знак! Живите! Спросить бы его, я живу? Живу! У соседа много, у меня мало. Для моей жизни, пожалуй, лучше украсть. У него красивая жена, а у него никакой или какая-нибудь дурнушка. Хе-хе! Ясно! Вы слышите, что такое живите? На какой основе? И вот вы знаете, какие глупцы! Я поражаюсь! И он рассчитывает на молодёжь, которая ещё не понимает. Не ищите смысла жизни! Ещё бы! Прям дьявол! Всегда изначало и каждый человек, в котором есть импульс жизни, он ищет, зачем я живу! Зачем? Он должен себе дать ответ. Слышите? Зачем я живу? Вот сейчас живу, а завтра у меня, может, не будет. Кто знает? Когда его не будет? Здесь? Никто! Какой же смысл жизни? О, нет! Не ищите! Он прям... Это прям в ужасе таком чувствуется, он боится этого. Вот какая дьявольщина проповедуется сейчас и привлекает множество людей. Каких? Каким которым хочется не думать? Живи, как живётся! Ну и постарайся, конечно, жить как? Знаете, как? В какие-то годы было очень популярным такое – хочешь жить, умей вертеться! Сейчас я, правда, так не слышу, но суть остаётся. Вот что проповедует великий гуру! Кошмар какой! Итак, религий действительно достаточно много. Каждый из них претендует на божественность? Ну, ладно, пусть претендует! А вот нас-то спросят, а вы почему считаете, что она божественная? А вы с какой стати взяли? Ну, придумали Христа там, ну, может, был, может, не был, неважно. Почему вы это считаете, что она божественная? Или она божественна, и тогда нужно отдать все силы души? Или, если она не такова, так бросьте вы это всё и просто живите, как сказал гуру. Важнейший вопрос для каждого современного ищущего человека, особенно учитывая нашу экуменическую эпоху, этот ужасный экуменизм, который действительно разрушает прям основы, основы жизни и веры. Каждый, кто желает, он должен иметь, ответить должен. Почему ты христианин? Вот вопрос. Почему? А, бабушка сказал, дедушка сказал, да? Вот вопрос. Вот я хочу сегодня немножко поговорить об этом. Может быть, для... Может, кто интересуется, кто заботится о своих будущих посомах, посомах. Слышите, посомах. Можно жить, живи, да и всё. Стал священником, ну и ладно. Главный карман был, и всё. А кто заботится, у кого душа болит, и у кого совесть ещё есть, он, наверное, захочет знать, что я скажу людям, почему я христианин. Вот сегодня я хочу привести вам несколько аргументов, аргументов, которые именно говорят об этом. Почему я христианин? Их несколько, этих аргументов. Ну, я могу пока их просто назвать, для того, чтобы вы имели представление, ну, так, как своего рода план. Это исторический, вероучительный, очень богатый и объёмный, духовно-нравственный аргумент. Аргументы порядка другого. Это порядка свидетельств истории о том, что связано с христианством, какие сверхъестественные явления. Причём объективные, а не какие-нибудь. Вот так. Философский аргумент для тех, кто интересуется именно этим аспектом. Психологический аргумент, да, тоже. Итак, начинаем. Итак, первый аргумент, который с очень большой силой свидетельствует о том, что христианство, то есть религия, что Христос это не какой-то там был человек, на который подписались сотни тысяч людей, так, а что это действительно было божественное лицо, хотя и будучи человеком в то же время. исторический аргумент. В чём его суть заключается? Трудно найти и таких мировых религий нет, которые бы имели подобную историю своего существования, возникновение сразу. Что было возникновение из христианства? Совершена была казнь самого основателя. Жуткая, лукавая, демоническая казнь основателя. Ну, казнили. Ну, мало ли кого казнили. Спартака тоже распяли. Спартак, помните, кто постание совершил? Хорошо, что дальше? Началось гонение на его учеников. Гонение носило такой характер, что историческая книга «Деяния апостола» говорит, что апостол страха ради иудейского собирались в закрытой комнате. Не дай Бог узнают! Потому что тут же, мы видим, уже началось избиение и уничтожение. Вон, Стефана, пожалуйста, вам, первомученик, тем, Якова апостола. То есть, начались не какие-нибудь гонения, а началось жестокое преследование. Кого? Всех тех, кто был связан с основателем. Мысль какая? Поражу пастыря и рассеются овцы. Нужно было в корне уничтожить. В корне. Как? Физически уничтожить. Радио тогда не было, говорят, представляете, и интернета не было, это я удивляюсь, как они жили, телефонов не было. Поэтому было достаточно уничтожить физически вот эту небольшую совсем группу людей, совсем небольшую, и всё. И христианство было бы уничтожено вместе с своим основателем. И что мы видим? Любопытнейшее явление. что-то произошло с апостолами, по крайней мере, как пишет историческая книга Деяний, с ними произошло нечто необычное совершенно. Они трусливые, боязливые, закрывшись, сидевшие, вдруг, вдруг, начали с огромной смелостью, выходили к толпам людей и начали проповедовать о Христе. Эта смелость, конечно, обратила на себя внимание тех, которые хотели уничтожить. Их пытались, арестовывали, били, но сразу убить-то не так просто было, потому что очень многие благодаря их проповеди приняли их веру и могли устроить, ну, знаете, в то время, это не то, что теперь государство. Тогда народ мог решить всё, мог и самих этих первосвященников отправить на тот свет. Всё было не так просто, но начались, значит, гонения на его учеников. Насколько сильны этого гонения, об этом очень хорошо сообщает апостол Павел, который, будучи одним из представителей врагов христианства, был настолько ревностным, что даже брал с собой команду вооружённую и по городам разным ездил и арестовывал мужчин и женщин и боковых, связанных, приводил в Иерусалим для того, чтобы с ним расправлялись. Но мы знаем, что произошло с апостолом Павлом. Это, конечно, явление такое чрезвычайное, редкое, которое, хотя и встречается в истории с некоторыми людьми, но редкое. Но суть вот в чем. Даже можно подвергнуть, если хотите, это сомнение, так ли это было, как описывает книга Деяний. А может и не так, может быть, здесь что-то такое придумано. Знаете, есть термин такой «наращение предания», как с горы ком снега, когда катится, то он нарастает. Маленький сверху, внизу, это гигантская глыба уже снега, катится, особенно, когда снег мокроватый. Вот так. Хорошо, допустим, даже книга Деяний, ну, можно верить, можно сомневаться в чем-то, но посмотрите, что дальше. Дальше произошло тоже явление исключительное какого рода. Вдруг Рим, который был самым религиозно свободным государством в мире. В Римской империи можно было верить как угодно. Вот теперешние эти все мечтают, свобода, свобода религиозная. Это была абсолютная свобода в Римской империи. Верь во что хочешь и кого хочешь. И так именно и было. но что мы вдруг здесь видим? Совершенно неожиданно. Кстати, до сих пор так и не находят историки причин. Вдруг издается закон христианство объявляется религией вне закона. Что это такое? Ну, вы, наверное, представляете, Рим всегда славился чем? Строгостью законов. Закон принят всё и началось. и началось. Погибают апостолы один за другим. Пётр и Павел погибают даже в Риме, в самом Риме. Правда, их судят, вы не подумайте, о, законно было. Представляете? Исследуют, судят, допрашивают свидетелей, они просто так схватили и казнили. Вон, сколько Павла, сколько его допрашивали, того же и Петра, казнили, апостолов казнят. В Иудее там даже и говорить нечего, там как ещё это прятались, не знаю, от этих палачей люди. Слушайте, всё христианство погибло. Что мы видим? Поразительную картину перед лицом тех ужасных пыток, на которые бросали найденных христиан, когда их вводили на сцену и на них выпускали зверей, так люди вдруг принимали христианство. христианство – это что такое? Последовало до Константина Великого по крайней мере десять таких особо исключительных больших гонений. Но на самом деле все эти 300 лет шло преследование под страхом смерти. слышите? Вы знаете, что вот у нас, когда в революции отречёшься – всё в порядке. Не отречёшься – смерть. и отрекались. И отрекались. Ну вот, вы смотрите, перед каким фактом мы стоим. Смертная казнь за веру во Христа, вся эта кучечка апостолов, которая была со Христом, растерзана была, и уничтожена, то есть, кажется, всё, достигли успеха. А оказывается, уже гримские историки пишут, пожалуйста, в библиотеке зайдите, в государственную библиотеку, что пишут? Плинии младшие, множество людей следует этому заблуждению. император. Он пишет императору, Трояну, скажи, что мне с ними делать? Люди разных возрастов, разного состояния верят. Я понимаю, если бы религия была, христианство имело свободу, проповеди, как это, например, буддизм, как мусульманстве, тоже, например, никаких препятствий для проповеди. Смертная казнь христианин донесли на тебя или отрекайся, или смерть. Слушайте, а кто вообще захочет принимать такую религию, когда смертная казнь грозит? Слушайте, это вопрос, это очень важно. Кто мог принимать, вступать в эту религию, когда за это грозит смертная казнь? И это не год, не десять, даже не сто! Смертная казнь! И когда Константин Великий уже в 300, как он там году-то, в 13-м, издаёт указ о свободе христианской веры, оказалось множество христиан. Вопрос, чем же объяснить, что под страхом смерти люди принимают и один за другим, расширяется, увеличивается, даже плений младший, это же конец первого века, начало второго же, представляете? Пишет множество уже апостола Петра и Павла казнили уже в 60-х годах, прочих тоже самое, да все апостолы были убиты, кроме Иоанна Богослова, казнены. Слышите, чем объяснить? Почитайте, посмотрите, что такое за странность? С ума сошли все люди, что ли, да? Их могут казнить, распять, бросить на растерзание зверям на сцене, а они принимают христианство. Вот это что, как можно оценить? Это потрясающий факт, равных которому, наверное, в истории не было. потрясающий просто факт. вас, конечно, спросят, но вы-то как объясните? Мы-то объясним. Мы объясним. Сохранилось много исторических свидетельств, которые говорят о том, том, что апостолы, что апостолы, христиане первые не просто проповедовали, как сейчас профессор сидит на сцене, кто-то слушает, кто-то дремит, или скажет, послушаем тебя другой раз. Нет! Нет! А истории свидетельствуют, что их проповедь сопровождалась множеством чудес. Об этом прямо мы читаем. Ещё бы, слушайте, да разве не прибежит мать тайком под страхом смерти к этому христианину, который, говорят, исцеляет от болезни. Конечно, прибежит! Прибежит! Вот, оказывается, в чём дело! Причём, а с какой стати вдруг это они исцеляли-то? Ещё раз, друзья мои, я вам говорю, факт сохранения христианства перед лицом целенаправленной, сознательной мысли об уничтожении христианства в корне во кресте и апостолах так не дала никакого успеха. Более даже того, мы видим множество мучников, шли даже на мучения. Небезызвестный вам французский писатель Бальзак пишет где-то «Из всех посевов доверенных земле кровь мучеников дала самый богатый урожай». Верно! Бывали случаи, когда мучители бросали свои орудия пыток и объявляли «Я христианин!» И вот тут же казнили. А что делали христиане? Брали тело этого казнённого язычника, который только заявил, что он христианин, и включали в списке святых своих. Слышите? Некрещённого, непричащённого святых! И до сих пор мы чтим память этого огромного количества свидетелей. Мартирос, отсюда мученик, это свидетель. Вот были свидетели веры во Христа. Вот этот исторический аргумент, друзья мои, он простой, он доходчивый, он не требует каких-то особых богословских знаний. Он особенно доступен для людей, которым трудно заниматься религиозными вопросами. Вот факт убийственный и потрясающий. Это один из аргументов исторический. А вот другой аргумент, это аргумент вероучительный, который для людей, которые привыкли хотя бы немножечко думать, читать, рассуждать и спрашивать. Вероучительный аргумент. В чём он заключается? Он заключается в том, что Христос, о котором мы читаем в Евангелии, сын плотника, откуда у него такое? Откуда он знает Писание? Иоанн и Пётр, осуждённые, когда на суду первосвященника, им говорят, они невежды. Так вдруг они, ведь никого из них не было, философов каких-то знаменитых, никого. Это простые люди, малограмотные люди, иудеи. А вы знаете, о чём проповедовали? Что этот Христос неграмотно и придумал? Все верят в единого Бога? Ну, конечно! Он верил в единого Бога? Конечно! Он исполнял весь иудейский закон. Верно! Но что при этом? Вы подумайте, что при этом? Он заявляет что, оказывается, Бог один, един и один. Но он говорит, что есть внутри единого Бога, оказывается, открывает жизнь. Какую? Этот один Бог есть, оказывается, троица внутри божественная жизнь. Какая? Внутри! Слышите? Внутри божественная жизнь. Единосущный! Он один! Бог-отец, Бог-сын, который как раз является, явился Иисусом Христом. Так, Дух Святой! три три ипостаси или три лица внутри единого, единой сущности, которая именуется единым Богом. Слушайте, что удивляться? В науке сплошь и рядом мы видим такие вещи, когда сначала мы что-то признаём целое, а потом смотрим, а там, ну, покопайтесь, а там что находим? Ой-ой-ой! Атом! Потом мы называем неделимый из начала, с греческой философией ещё, и вдруг, в начале 20 века открывают. А оказывается, этот неделимый внутри себя имеет целую жизнь сложную и ядро и оболочка Христос открыл внутри божественную жизнь. Я почему это подчёркиваю, потому что для многих людей незнакомых, вот особенно, вот часто это спрашивают меня, мусульмане спрашивают и другие, три Бога, да? Я говорю, да нет же, один же Бог. Ну, как же три? Внутри Бога это жить. Одна сущность. Ну, вот атом. Я помню проповедовал, знаете, в одной, не говорить никому, мечети. Попросили. Я именно этот пример привёл. Говорю, не три Бога у нас, не три атома, атом один. Верно, он неделимый. А смотрите, что в нём. Бог один, но в нём действительно эти три ипостаси лица, каждый из которых обладает своей индивидуальностью именно, это именно ипостась. В данном случае мы часто говорим «лицо». Вот, оказывается, что открывает. Для... Вот я помню критиков, это до смешного доходит, но на самом деле не смешное. Говорят, проповедует Троицу. На самом деле всё язычество было наполнено Троицами, триадами. Но они часто прикрывались, что все эти триады то что были? Какие? Знаете, какие? Семейные! Был Юпитер, была Юнона, была дочка Минерва. Три Бога? Три Бога? Ну да, три! А мы, христианцы, о чём говорят? Один Бог! Это во-первых. Во-вторых, вы говорите триады, и здесь у Бога какая богиня? Разве второе лицо это богиня? Да главное, что у язычества это богиня, а здесь сын! Откуда это? Подумайте только! Такие идеи! Вот вы только подумайте, чтобы... Возьмите вот религиозную философию хотя бы мысль. Откуда такие идеи могут только прийти? Да, это сын, а не богиня! Кстати, Филиоква в данном случае, которая пишет «И от сына шёл Дух Святой» – это есть нечто иное, как намёк на языческие что? Отец, мать и Бог, богиня и божок. Так вот здесь Бог – отец, Бог – сын. Ну, конечно, не совсем то, но Дух Святой от обоих исходит. Вы слышите? Ну, Рим! Что же вы хотите? Они же привыкли к этому! Только так и мыслить. Вы подумайте, беспрецедентная идея, явление, которое в истории религиозной, истории человечества не было, чтобы единый Бог внутри три ипостаси. Мы что говорим? Они все единосущные, то есть одна сущность-то, а не три. одна. Вот, оказывается, о чём говорит христианство. И это кто открыл? А вот это неграмотный Иисус какой-то. Себя называл сыном, но не вторым Богом. Я и Отец одно есть. Ты что, Филипп, спрашиваешь, ты что, разве не знаешь, что я и Отец одно, что Отец во мне и я в нём? Разве ты не знаешь этого? Слушайте, нигде! Да и речь не идёт, чтобы о трёх Богах. Едино! Дух, которого пошлёт Отец мой, Он вас научит всему. Единосущный! Правда, интересно, как это неграмотный Иисус, надо же придумал, а? Ну, идея! Вот это да! Неслыханно! Ни одного философа религиозного дохристианского ничего подобного даже не было и намёка! Вот это идея! Ну, а если Боговоплощение взять? Ой, тут руками замахали! Ой, боги, то и дело воплощались! Отстаньте уже с ними! Своей христианской идеей боговоплощения! Боги только и делали, что воплощались! Да? Воплощались? Ох, как интересно! Ну-ну-ну, давайте, как воплощались? Говорите, говорите, как воплощались? Ну, как? То змеем Горынычем, драконом, каким-то, Юпитер мох, то золотым дождём, как угодно! Что они делали? У греческой, религиозной, мифологии, что было? Принимали образ, маску, видимость! Христианство о чём говорит? О таком боговоплощении, о котором никогда язычество даже не предполагало! Он истинный человек и истинный Бог! Да, его происхождение было уникальным, да, Бог и Дева Мария, да, уникальные, и он сам оказался уникальной личностью, в котором были соединены божество и человечество поразительным образом. Ведь в Евангелии то и другое мы находим. Прямое утверждение о его, что он человек, прямое утверждение, что он Бог, и это прямо идут рядом всё то и другое. Вы теперь можете представить, какова была сложность от сам Четвёртого Вселенского Собора сформулировать догмат о боговоплощении? и там, видимо, по какому-то откровению свыше. Другого просто невозможно представить себе. Нашли они, что произошло. Не Бог принял, стал плотским, стал человеком. Не Бог стал человеком. Слышите, как это в язычестве? Можно человеком, можно драконом. Нет, нет! Он не стал человеком, Бог. Бог не изменился, остался тем, которым и был. Он соединился с человеческой природой. Не с человеком Иисусом, а человеческая природа была воспринята в божественную, в соединении с божественной природой. Человек не изменился, не стал Богом. Бог не стал человеком, а произошло вот это соединение двух природ неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно, уникальное явление в истории. Евангелие прямо на каждом шагу так и говорит. И это Бог, и это человек. Вот как! Ничего общего нет ни с какими языческими боговоплощениями. Абсолютно! Что вы! Совершенно разные вещи. Даже и говорить нечего! Ну, а, наконец, ещё, если хотите, что утверждает христианство вещь абсолютно немыслимую и против всякой разумности. Совершенно просто безумную утверждает. Христианство утверждает безумную вещь. Какую? Мы проповедуем Христа распятого иудеям соблазн, эллином, философам, безумие. Да, конечно! До сих пор постоянный вопрос «Зачем нужно было Богу нужен крест, чтобы спасти людей? Разве Он не всемогущий?» До сих пор! Я помню, мы с мусульманами сидим вот так друг напротив друга, обсуждаем, да, и этот вопрос прямо ставится. Мы отвечаем «Зачем?» На прошлой лекции или на позапрошлой я пытался вам ответить на этот главнейший христианский богословский вопрос. Самый трудный, самый важный, центральный, если вы на него не дадите ответа, вот если при этом в университете будете читать лекции, например, среди профессуры, они вас и об этом спрашивают. Я помню, меня как ректор одного университета прямо спрашивал, почему это? Совершенно непонятно. Если Бог, значит, он может и так спасти. Но я сейчас не буду повторяться, друзья мои, я целую лекцию читал об этом. Крест – неслыханное явление, чтобы тот, который минуется Богом, хотя он и человек, чтобы для спасения нужно было принять крест. Слушайте, это же действительно апостол Павел замечательно сказал безумие. Точно! Да, это безумно звучит для нашего мышления, привыкшего категориям категориям языческого совершенного рассуждения об этих вопросах. Ну, и, конечно, скажу вам, учение о воскресении мёртвых, всё о чём воскресении, это уже, можно сказать, апогей, что ли, если хотите, безумие, которое проповедует христианство. Апостол Павла перестали просто, выгнали из Иреапага, просто выгнали и всё. Послушайте, а другой раз очень вежливое приглашение под зад коленом. Вот так! Ещё воскресение! Что за фантастика! А если мы почитаем ещё, что это окажется воскресение Христа, око оказывается предопределило, явилось началом всеобщего воскресения? Боже мой, какая глубина, глубина мысли, идей, факта! Ну что вы, даже с точки зрения простой философии, это было бы просто, знаете, ну, интересно просто поговорить об этих вещах, просто, даже пофилософствовать! А здесь ты идёшь не о философии, а о реальном факте, вот что проповедует христианство. Откуда такие истины? Когда эти наши, простите меня, негодные доктора и профессора атеизма, которые бессовестно, бессовестно утверждали многие вещи, многие вещи, вы не знаете, а вот почитайте старые антирелигиозные литературы, просто срам читать, доктор философии пишет такие вещи! Например, представляете, что они писали? Христа никогда не было! Доктор истории, философии, Христа никогда не было! Боже мой, ты чё, до какой лжи, вы слышите? Это была какая борьба? Что это, искали истину? Нет, лгали! Открыто и бессовестно! Лишь бы наш народ превратить в скотину, в животные! Вы животные, понятно? Вот кто вы! От обезьяны произошли, и никакого Бога нет! И должны быть жить, как животные! Вот, оказывается, к чему сводилась вся эта мораль! Вы знаете, вот эти христианские истины, эти факты христианские, они для человека, который, ну, хоть немножко готов думать, они, конечно, поражают и потрясают! Повторяю ещё раз вам, ни Христос, ни апостолы так не обладали никакой образованностью! Даже апостол Павел, который был самый начитанный, разумный, он совсем нигде не видно, что он был знаком с какой-то языческой или индуистской философией! Ничего подобного! Нет! Всё христианское – это факт! Факт поразительный! Факт, о котором честно сказал никто-нибудь! Честно сказал никто-нибудь! А и же не во святых и не отец наш Энгельс Фридрих чёрным по белому написал христианство возникло христианство вступило извините в резкое противоречие со всеми существовавшими до него религиями! Как вам это нравится? открыто сказал это вот этим всем антирелигиозным этим пропагандистам советского времени вот вам вас же это Энгельс-то не наш апостол! А вы что говорите? Возникло вступило в резкое противоречие! То есть что он сказал? христианство явилось совершенно другой религией! Оно произошло не от какой-то религии! Вы слышите? Не трансформации какой-нибудь там экзотической религии! Нет! В резкое противоречие! То есть совершенно новое явление! И он пишет как оно возникло? не знаем! Не знаем! Историю ещё можно узнать! Написано! А как возникли вот эти все истины? Это не всё ещё! Я назвал только самые основные! Бог Троица! Бог Воплощения! Крест! Орудие спасения! Воскресение! Это откуда взял этот плотник сын плотника? Слушайте! Ну, я понимаю, ещё какую-то одну мысль мог какой-то человек придумать, а здесь что такое? это одна за другой, причём потрясающе по своей значимости и по своей оригинальности! Откуда? Неоткуда! Разве это не аргумент того, что христианство действительно своим источником имеет Бога, которым и является Иисус Христос, Господь наш! Он же всё это открыл! Да, это только Бог мог предложить такие идеи! Это вот вкратце вероучительный аргумент. Ну, и ещё немножко есть время скажу о духовно-нравственном аргументе. Вы изучали историю религии. Я не знаю, что, в каком объёме вы изучали, но, по крайней мере, для вас совершенно ясно одно. Во всех религиях во всех в том числе иудейской религии иудейской, Богооткровенной и во всех языческих религиях, которые мы находим, есть один весьма не то, что примечательный, весьма серьёзный факт или серьёзное положение религиозное. Какое? Кто спасается? Кто? Конечно, праведники, конечно, герои, конечно, мудрецы, конечно, цари. Разве это не ясно? Что, бандит может спастись? Вы что, смеётесь? Анекдот рассказываете? Или как антиз публичного дома? Вы что? Христос заявил о таком, о чём никогда-никогда не приходило в голову даже мысль такая, это кощунство, что он заявил. Этому бандиту сегодня со мной же будешь в раю. Вы что? А этой, которая оплакала, слезами облила, волосами отёрла, миром помазала всё. Кто такая? сидят эти праведные законники, если бы он знал, какая женщина прикасается к нему. Слышите? Это учение иудейское. Какое? Никто, что вы! Разве оно когда-то спасётся? Во веки веков нет. В язычестве. Вот привыкли мы, друзья мои, уж слишком привыкли мы, но пора же понять и людям сказать. Такого не было в истории. Я пришёл призвать не праведников, а грешников к покаянию. И не просто призвать. Посмотрите, Евангелие наполнено. Мытарь идёт оправданным, а законный праведник фарисей осуждённым. само вот это выражение, там, которое употребляется в Евангелии, более оправданным. Это просто слово оборот. Все святые отцы, они говорят, это означает, осуждённым вышел фарисей, а мытарь оправданным. Это мошенник-то этот, который брал вместе ста-двести, да? это что такое? Кого Евангелие-то прославило? Посмотрите! Вот это да! Вот оно показатель Евангелия, показатель того, что Бог есть любовь. Это действительно любовь! Это беспрецедентное оказалось явление в истории религии. Откуда мог взять этот Иисус, скажите мне? Иудей! Он, Иисус, Иудей, всё исполнял, всё, что положено, даже перед смертью Пасху справил. И вдруг такие вещи учат! И это просто так, неужели непонятно, с чем мы имеем дело? С религией, которая имеет божественное происхождение? Только Бог мог такое сказать! Почему Христа возненавидели? Ещё бы! Он жил прямо вопреки всем этим страшным предписаниям, которые были в той же иудейской религии, и в других религиях языческих. Вот почему христианство, мы говорим, является боготкровенной религией. Вот почему, обращаю внимание, дай Бог, чтобы вот почему и мы были христианами. христианами. Потому что понимаем, это религия от Бога, а не выдуманная и сочинённая людьми. Вот почему мы верим во Христа. но это не всё, друзья мои. А, пророческий аргумент. Пророческий аргумент. Он очень интересный и очень показательный. Ну, представьте себе, Лука пишет, Лука, апостол. какая-то... Ну, кто такое? Ну, сколько ей? 15 лет какой-то Марии, девушке, которая говорит, отныне ублажат будут все роды, все народы. Первый век. И Лука пишет об этом. Ну, слушайте, это мужчина, ты в конце разумный или нет? Ну, мало ли, что скажет какая-то девушка. Ну, записал. И что? по настоящее время. Знаете, нет ни одного имени, ни одного исторического лица, которое бы так прославлялось непрерывно, ежедневно, как Дева Мария. Такой славы никто не стяжал. Никто! Никакие цари-императоры, никакие мудрецы! Дева Мария, отныне ублажат меня все народы! Это ли что такое, скажите? Совпадение, да? Так получилось? Ах, одни совпадения, Боже мой! А слова сей лежит нападение и на восстание многих в Израиле всю историю исполняются! Всю историю! Строки написано в первом столетии, Евангелие написано в первом столетии, и всю историю! Так он и является Христос на падение и на восстание многим-многим! А пророчество об Иерусалиме Вы знаете, что Евангелие часто от Луки и, по-моему, от Марка нет, от Матфея написано ещё в 60-х годах! Ах, вот, вот, спасибо! Сейчас, правильно, молодцы! В 60-х годах Иерусалим был уничтожен в 70-м году! В 70-м! Это что, опять случайность? Ой! Что за религия? Наполна одними случайностями! Господи Боже мой, что нам с ней делать? Нет, Бога нет! Нет, 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 да, вот так, кто не хочет Бога, кто боится ответственности, который будет перед Богом, те, конечно, в ужасе и страхи кричат «Нет Бога, нет Бога, нет Христа!» Ну, узнают, может быть, дай Бог, чтобы узнали! Хорошо, всё? Дура лекс сет лекс, вы помните, да? Только первое слово «дура» это переводит на русский язык «суров», но я считаю, это неверно. Надо говорить «дура закон, но закон, правда же?» Ну, помолимся! Песня «Божественная» и пренепорочная и Матерь Бога нашего честнейшую и руки и славнейшую без сравнения серафим безострения Бога слава рожную сущую Богородицу Всего вам доброго! Извините, что я попросил, но мне очень трудно было, прям, смотри, вы согнулись в молитву Иисусову. Субтитры создавал DimaTorzok